Итак, добрый день! Сегодня мы с вами продолжаем работать в Ревите. Если тебе нравятся мои видеоуроки, не забывай подписываться. Можешь это сделать прямо сейчас и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых и качественных видеороликов. Тебе будет приходить отдельное оповещение. Также хочу заметить то, что в описании к ролику располагается ссылка на Routube, VK и Zen. Основные платформы, на которых можно загружать ролики, лучше подпишись, потратить 10 секунд своего времени переходу по ссылке. Но, тем не менее, ты меня не потеряешь. Каждый день блокируются те или иные сервисы. Неизвестно, что будет с YouTube тем же самым. Поэтому я синхронно разогружаю свой видеоконтент на все эти платформы. Подпишись, чтобы просто быть. Спасибо! Отдельно в описании к ролику представлен канал Boosty, на котором будут располагаться расширенный контент и расширенные видеоуроки. Полностью завершенные. Отдельно сейчас там располагается два абсолютно завершенных курса. Это по Nanocad и Rengi. В ближайшее время появится два по Revit. Можешь подписаться на него, чтобы не пропустить и изучить просто информацию состава этих курсов. Изучение бесплатное, что там располагается в нем с полным описанием. А если уже тебя заинтересует, оплата там чисто символическая. Буквально две чашки кофе. Одна и две чашки кофе. Я сделал такую градацию для того, чтобы вы могли изучать качественный контент. И это так или иначе поддерживало мой канал для развития. И перехода уже на другую платформу. Пока остаемся на Boosty. Но я работаю над расширением. Спасибо. Переедись, сходи на канал Boosty. Там много полезной уже и завершенной информации. Итак, начнем. Грубо говоря, у нас был старт сейчас вместо превьюшки. Хотя мечтаю, что когда-нибудь у меня появится превьюшка. Но работаем с тем, что есть. Итак, что мне необходимо? Мне для начала моего построения необходим вид моего домика. И я наблюдаю, работаю по плану первого этажа. Мы для начала будем сегодня работать с фундаментной плитой и плитой перекрытия. Добавим окна, двери. Отдельно вынесу остекление. Отдельно вынесу материал по окнам, чтобы ты ознакомился. И весь материал будет выходить планомерно. Чтобы ты мог кастомизировать объект под самого себя. И изучить сложности при построении того или иного остекления. Я вижу то, что у меня по плану первого этажа располагается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять окон. Если я не просчитался. Будем располагать их и будем с ними работать. По картинке я вижу то, что это окна имеют вот такой вид. Мы постараемся найти плюс-минус подходящий. Если что, можно будет загружать свои какие-то окна, которые можно найти в интернете. Просто при поиске скачать семейство, Revit и так далее. Ну и есть отдельно ссылки на полезные ресурсы, которые как раз таки описаны в группе ВК. С которыми можно работать. Для тех, кто только что подключился, сверху всплывающим окошком появляются предыдущие ролики. Ну и ссылка отдельно на плейлист. Чтобы вы могли пройти весь курс от и до. Я записываю все от и до. И мои подписчики это знают. Что мне необходимо? В первую очередь по плану первого этажа я начну размещать окна. Для этого я располагаюсь во вкладке, ну напоминаю о том, что я на плане первого этажа. В диспетчере проектов я вижу отображение план первого этажа. И во вкладке архитектуры меня интересует функция построения окна. Активирую ее. Я вижу, что в панели свойств у меня отображается достаточно примитивное окно. Меня оно не устраивает. Я сразу же хочу загрузить окно. Загрузить можно несколькими возможными вариантами. При активации того же самого окна есть функция загрузить семейство. Нажимаю на нее. И меня интересует библиотека для России. Первая же техническая неисправность, которая поступила. При установке Revit продукта не установились дополнительные семейства. Если у вас в случае нажатия на функцию загрузить семейство, вы не видите никаких семейств, ни окон, ни дверей, ничего стандартные. Необходимо загрузить семейство стандартного набора. Ссылка я оставлю в описании под версии 24, 23, 22 и так далее. Качаете контент, экзешник, запускаете его, он автоматически подгружается. Но подгружается он по пути сохранения какого? Можно его перенести на самом деле в папку, там где у меня была уже установлена библиотека. Я пока этого делать не буду, покажу как появится у всех на самом деле. Располагается он на диске C. Меня интересует Program Data. Если у вас не отображается папка Program Data, нужно активировать скрытые файлы и папки. Во вкладке Вид поставить галочку показать скрытые файлы и папки. Program Data, здесь я иду в папку Autodesk, здесь я иду в RLT24, библиотеки, Россия, Россия и вот они, окна. Я попытаюсь подобрать здесь необходимые мне окна по виду, которые будут напоминать графическое мое изображение. Открою себе отдельно файл с изображением. В принципе окно у меня плюс-минус как раз таки такое, но оно еще разделено сверху, не раздвижно. На самом деле не принципиально, но вот такое мне подойдет. Я буду использовать его. Двойное окно. Загружаю его. Задания типа размеров. Мне пока они безразличны. Я буду настраивать габариты окон самостоятельно, уже по завершению их расстановки. Нажимаю ОК. Загрузил окно. Я вижу в панели свойств габарит моего окна и размещаю его внутри своего объекта. Разместил. Окошко по габариту меня в принципе устраивает, размещая его на данный момент, базируясь от размеров привязки внутренних. Причем, если у вас привязка куда-то убежала к другому габариту стены, либо к внешней, либо к внутренней границе, вы запросто можете зацепиться за маленький синий маркер, зажав по нему левой клавишей мыши, перетащить, чтобы увидеть габарит привязки. Окна и двери лучше всего привязывать кратно 10 мм, либо к внешнему, либо к внутреннему краю вашей стенки, в зависимости от ее состава. То, что касается габарита окна, я буду сразу же настраивать все верно. Для этого я посмотрю панель свойств. То, что касается высоты нижнего бруса, это подоконник наш. Подоконник нормированный, обычно он 700-800 мм, может быть 900 мм. Я буду ставить подоконник 800 мм, стандартный достаточно. У вас может быть другой. К вопросу о том, что кто-то вместе со мной повторяет все от и до. Напоминаю о том, что мы с вами учимся только функциональному взаимодействию с программой. То есть, вы учитесь основному инструментарию. Я не учу вас выполнять вашу работу. Так вот, поставлю подоконник 800 мм. Дальше зайду в изменение типа моего окна. Для чего я это сделал? Чтобы изменить габарит моего окна при его необходимости. Советую вам не переименовывать, не изменять стандартный тип. А лучше нажимать функцию команды копировать. Я сделаю окно 900х1200 и поставлю его значение 900х1200. Пускай у меня будет такое большое окно. Что я делаю далее? Меняю габарит окна. Причем, обратите внимание, здесь есть примерная ширина, примерная высота. И отдельно ширина и высота. Потом, когда дойдем для изменения размеров на плане этажа, возможно, мне придется менять тот или иной показатель. Для того, чтобы у меня появилось целостное заполнение моего окна. Что за примерная высота и примерная ширина? На самом деле, зависит от разработчика семейства. Что он имел под этим в виду? Либо это проем, а заполнение окна отдельный габарит. То есть, может быть, проем это примерная ширина. А ширина обычно это ширина просто окна. То есть, полностью его заполнение внутреннее. То же самое и с дверью. Сейчас я на этом не зацикливаюсь. Ставлю. У меня было 900 на высоту 1200. 1200. Я вижу то, что проем, скорее всего, у меня будет шире. Но с этим буду разбираться потом. По материалам окна будем говорить чуть-чуть с вами позднее. Нажимаю ОК. Меня это окошко полностью устраивает. Я буду его копировать по всем остальным элементам. Потому что я вижу то, что окна у меня только в отдельных помещениях шире. Скорее всего, это для инсоляции необходимо. Я воспользуюсь командой копировать. Привяжусь к моему окну. Я мог его также добавить через кладку архитектура окно и расставлять. Но я с этим не зацикливался. Ctrl Z. На самом деле, копирование у меня подойдет только под прямые участки стен. Здесь нужно будет их развернуть. Лучше воспользуюсь кладкой архитектура окно и буду расставлять их самостоятельно. Смотреть то, чтобы створки моего окна, куда должны открываться. Они у меня на самом деле открываются наружу, чтобы сформировался подоконник. Располагаю мое окно. И сейчас буду выравнивать положение. Окно здесь. Окно здесь. Здесь окошко поставим. Здесь окошко поставим. Кручу головой. Это я смотрю по планировке своего объекта. Сначала я просто размещаю окна. А потом буду менять у необходимых окон габарит. Я вижу то, что у меня вот это окно. Вот это окно. Вот это окно. И вот это 4. С зажатой клавишей Ctrl и нажимая левую клавишу мыши, я выделил необходимые окна. Дальше что я сделаю? На самом деле у меня после выделения этих окон, кто-то у меня дополнительно попадает в область выделения. А, потому что оно скопировано. Изменение типа не работает. Давайте это окно заменим. Delete. Поставлю туда вручное окно. Окошко, 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 окошко. Вот это окошко. Они будут шире. Захожу в изменение типа. Копировать. И смотрю. Во-первых, стало... Это 1200. А, потому что я... Потому что я окна создавал при вкладке архитектура, окно не поменяв на то, которое я заменил. Формально мы сейчас с вами сделали небольшую ошибку. Но давайте ее исправим. Для этого я сначала просто зажатой левой клавишей мыши выделю весь проект. Через фильтр по категории «Общие» выберу окна. И у окон у всех поменяю значение 900 на 1200. Еще раз, что я сделал. Выделил зажатой левой клавишей мыши весь свой проект. «Общие» в панели «Свойств» выбрал окна. И у этих окон поменял тип и размер, нажав левой клавишей мыши, чтобы они были все одинаковые. И вот теперь с зажатой клавишей «Контрол» я выделяю те окна, которые у меня должны быть шире. Это окно. Вот это окно. И пока все. Да. Изменить тип. Копировать. Пускай у меня будет окно. Давайте сделаем его пошире. 1400. Посмотрим, влезет оно или нет. На 1200. И ширина его будет 1400. Возможно, в «Эркере» у меня окно не разместится. Но сейчас посмотрим. Мы окей. Да нет, нормально разместилось. Теперь сразу же будем делать все верно. Выравниваем положение окон. Я мог это сделать и потом, когда поставим размеры, и просто при помощи размеров их сдвигать. Но лучше сделаю это все сразу же сейчас. Смотрю то, что здесь у меня 5 мм. Как я его смещаю? Подсвечиваю окно. Вижу привязку. Размеров. Нажимаю по нему один раз левой клавиши мыши. Меняю на целое число. Проверяю местоположение по картинке. Я мог относительно масштаба выбрать местоположение окна. Но у меня нет проектных отметок, поэтому я просто размещаю окна. Здесь у меня... Сюда привязку сделаю побольше. Чтобы даже дверь не находила в дальнейшем. Здесь у меня... И 200. Здесь у меня у этого окна... Такой будет 600. Откуда я беру эти числа? На самом деле сейчас, на данный момент, из головы. Здесь окно по размерам никак не привязать, потому что не появляется габаритных размеров. Покажу, как можно его выровнять местоположение относительно эркеров. Для этого я зайду во вкладку «Анотации». Выберу параллельный размер. Раз. Два. Привязку моего окна. Подсвечу окно и здесь выровняю. 600. С другой стороны и медленно. Выбираю параллельный размер. Привязываюсь к окну. Привязываюсь к углу. Фиксирую. Нажимаю Escape. Подсвечиваю окно. Нажимаю на размер. Меняю. Чтобы они были одинаковые. После окончания удаляю размер. О размерах мы еще с вами поговорим. Таким образом мы с вами расставили окна. Почему-то я хотел начать с фундаментной плиты, но начал с окон. Но ничего. Дальше что мне необходимо сделать? Поставить двери. Двери также задаются через складку архитектура. Функция построения дверь. Дверь. Я вижу опять же, что здесь есть стандартная дверь со стандартными типоразмерами. Меня она не устраивает. Я хочу загрузить свою дверь. Я вижу то, что у меня по картинке получается деревянная дверь. Буду использовать ее. Загрузить семейство. После загрузки семейства с окном у меня уже здесь есть путь до библиотеки. Двери. Можно по коммерческим посмотреть, что здесь есть. Со стеклом я не хочу. По стандартным. Не используйте двери из первых трех пунктов. Они относятся только к витражному остеклению. Здесь гаражные ворота. Пойдем для России. Здесь будут деревянные двери. Главное найти с красивым заполнением. Или не найду ту, которая мне необходима. Это все двери страшненькие. Вот такую загружу. Внутреннюю. Она одновременно будет и наружной пока еще на данной маке. Размещаю первую дверь. Вот она. Что я с ней делаю? Во-первых, захожу в изменение типа. Так как она не подписанной с ее габаритами. Вот она. Никакими габаритами нету. Изменить тип. Копировать. Сделаю дверь входную. 1000 на 200. И меняю значение. Ширина 1000. Высота 200. Опять же, здесь есть отдельно заполнение холста двери. Дверного косяка. Я туда не влезаю пока еще. Пока не буду образмеривать эту дверь в дальнейшем. Буквально через 4, по-моему, видеоролика мы с вами будем ее образмеривать. И, соответственно, редактировать окончательно. Вы скажете, что за морока такая? Добавил дверь? Редактировал дверь? На самом деле, когда вы долго работаете в Revit, у вас уже есть шаблоны готовых объектов, настроенных семейств, которые отдельно сохранены уже. И переносятся из проекта в проект. И используются как, грубо говоря, типовые. Я рассказываю же уроки свои для тех, кто только установил программу для новичков. И учится работать с тем, что он имеет. И поэтому я всегда в компах устанавливаю чистый Revit, чтобы рассказывать то, как вы учитесь. То, как нужно учиться. А потом уже модернизируйте свои скиллы. Иду дальше. Окей. Это дверь 1000 на 200. Теперь сделаю дверь. У меня есть тамбур. Ширина двери в тамбур должна быть такая же, как и входная. Выбираю ее. 1000 на 200. Размещаю. А можно как-то повернуть дверь. Да, при ее подсветке у вас есть стрелочки, которые можно вращать. Точно так же можно, нажав на клавишу пробел ее вращать. Дверь в тамбур, почему выбирается такая же, как и входная, самый банальный пример, почему ширина двери должна быть аналогичная. Обычно я своим студентам рассказываю. Представьте то, что вы замерили входную дверь и хотите купить холодильник. Замерили его как 1000. Привозите, привозите радостные, счастливые, доставка там еще что-то. Начинают погружать ваш объект, ваш дом. Заносят через входную дверь и остается холодильник жить в тамбуре, потому что ширина двери в тамбур не такая же, как и входная. И в этом самая большая проблема. Выполняю далее. И тут мне необходима небольшая шпаргалка. В первую очередь, ширина дверей в санузел по стандарту 700 мм, в кухню 800 мм, в комнаты 900 мм, двупольные двери у нас 1200, 1400, 1500, 1600 мм, полуторапольные 1300 мм. Но на самом деле все двери делаются по индивидуальному изготовлению, поэтому вы можете выбирать ширину двери какую-то свою. У меня есть санузел и бойлерная, я буду расставлять туда другие двери. Дверь, загрузить семейство, загружу туда какую-нибудь одинарную обычную дверь. Вот такую. Загрузить. Окей. Изменить тип. Копировать. Сразу же поставлю 700 на 200. И поменяю ширина двери 700. 2100. 2100 это стандартная высота двери. Окей. И размещаю в санузел. И в бойлерную. Два. Дальше у меня идет гостевая. Это дверь в комнату. Изменить тип. Копировать. Она уже будет 900. Могу ту же самую дверь модернизировать. Можете и задействовать какую-то другую. 900. Это будет дверь в комнату. Располагается она вот здесь. Разверну ее сразу же. И есть отдельно гардеробная. Но я ее еще пока не делал. Помещение под лестницей. И в гостевую. В гостевую полуторапольная дверь. Загрузить семейство. Найду подходящую. Могу двупольную загрузить. Двери. Смотрим есть ли подходящая полуторапольная дверь. Не хочется грузить ее отдельно. Где-то я видел дверь. Ну ладно. Будем менять полотно самостоятельно. Вернусь назад в бытовые. Буду вот такую дверь двупольную использовать. Загрузить. Пускай пока будет полторы тысячи. И сейчас будем разбираться с ее функционалом. Добавляю. Изменить тип. Цирина панели. Здесь панели каждая не разбита. По отдельным. Если я меняю одну, поменяется еще и вторая. Но поменяю только значение высоты. Значит пока двери. По факту я должен был найти. Либо создать свое семейство с дверью. Либо отредактировать какое-то найденное в интернете. Напоминаю то, что ссылки на полезные ресурсы распродвигаются в группе ВК. Прям в шапке. Описаны порталы, из которых можно бесплатно загружать семейство. Копировать. Надо будет кстати в ВК сделать отдельный пост. Поэтому. Две сто. Меняю высоту на две сто. Окей. Вот у меня дверь. В принципе меня полностью устраивает. То, что касается помещения под нашу лестницу. По факту, что я должен был сделать. Стена. Поставить перегородку. Сейчас ее смещу. Функция команды перенести. Переношу ее. Напоминаю, если у вас материал с колонной связался. Подсвечиваю колонну. Воспользуюсь функцией. Отсоединить элемент геометрии. Нажимаю на колонну левой клавиши мыши. И вставлю туда дверь. Семисотую. Максимально близко к стенке. Здесь подразумеваю, что у меня будет подъем по моей лестнице. Мне придется подрезать потом перегородку. Но к этому еще мы с вами придем. Сейчас нас пока это не волнует. А теперь будем рассматривать фундаментную плиту. И плиту перекрытия. Причем фундаментную плиту мы с вами располагаем на отметке нашего уровня плана первого этажа. И именно с него мы будем начинать нашу работу. Для этого что я сделаю? Я мог воспользоваться функцией построения конструкции. И здесь меня интересует плита фундаментная, несущая. Либо вкладка, пока мы только с вами учимся, архитектура, пол перекрытия. Либо перекрытие несущее, либо перекрытие архитектурное. Все в зависимости от ваших задач. Я же показываю, как работает функционал работы перекрытия. Как оно создается. Потому что что в том и в другом случае функционал плюс-минус одинаковый. Я воспользуюсь перекрытием архитектурным. Люблю его. Нажимаю функцию изменения типа. Копировать. Толщина фундаментной плиты у меня будет 300 мм. Железобетон. Ок. Захожу в структуру слоев. Изменить. Материал. Нажимаю на три точки. У нас, насколько я помню по предыдущим роликам, уже был загружен у бетона железобетона необходимая штриховка. Выбирай его. Толщина 300 мм. А какая у меня? А я не знаю какая у вас. Я пока показываю просто по своему варианту. Нажимаю ок. Ок. Как будет выполняться построение перекрытия? В правом верхнем углу вы наблюдаете панель рисования. При помощи которой рисуется наша фундаментная плита. Для начала я обрисую чисто контур своих внешних стен, а уже от этого буду менять оставшийся свой эскиз. Я воспользуюсь командой выбрать линии. И причем сейчас внимание. Вы могли на самом деле просто линейным построением обчертить ваше здание. На самом деле для новичков это намного проще для понимания. Но мы с вами будем учиться работать со сложной структурой. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Причем вот сейчас сколько я бы истерично не нажимал Escape, я не могу завершить выполнение своего построения, потому что у меня сверху есть либо крестик отмены действия, либо согласие с выполнением действия. Согласиться ни с чем не могу, у меня эскиз пустой, отменить я его всегда могу. Так вот, я воспользуюсь функцией выбрать линии. И буду один раз нажимать на внешней границе своей стенки. Это принципиально. Дальше будем собирать контур. Я сейчас принудительно совершу ошибку. Я буду называть в каких местах я их буду делать. Нажимаю на стенку, нажимаю на стенку, один раз левой клавиши мыши, нажимаю на стенку. Здесь у меня якобы линия не доведется. Она не довелась, но я думаю, чего, нажму еще раз. Вплывает окно в правом нижнем углу, перетачу его для того, чтобы вы наблюдали. Оба ошибки. Многие это пропускают и начинают дальше общелкивать. Просто общелкивают. В одном месте несколько раз нажмут. Линию выберут, там где-то она пересечется. Это еще одна ошибка принудительная совершая. То есть в первом случае я второй раз нажал, хотя контур у меня вроде бы как и там образовывался. Второй раз я нажал в одном и том же месте два раза. Третий раз я контур не довожу. Иду дальше. Общелкиваю. И пытаюсь сохранить выполнение данного действия. Нажимаю на зеленую галочку. Появляется окно. Но линии не могут накладываться одна на другую. Ни в коем случае не нажимаем выход из режима эскиза. Иначе у вас эскиз просто пропадет. Мы будем редактировать тот, который есть. Я нажимаю функцию показать. Если вы не знаете, где располагается. Здесь всплывающее окно говорит о том, что проверьте настройки вида, потому что линии могут не отобразиться. У нас по умолчанию все отображается. Нажимаю закрыть. И функция продолжить. Вот у меня подсветилась линия. Вы могли увидеть. Подсветилась линия, которая сделана неверно. Линии не могут накладываться одна на другую. Значит, то, что у вас там две линии. 100%. Продолжить. Чтобы еще раз случайно не тыкнуть, нажмите сначала Escape. Чтобы активное действие у нас пропало. Выбираю линию. Удалить. На всякий случай выбираю линию. Удалить. Их две. Ctrl Z. Соглашаясь с пунктом выполнения данного действия. Линии не могут накладываться одна на другую. Показать. Вот здесь. Продолжить. Удаляю линию. И вижу то, что у меня был незавершенный контур. Я воспользуюсь командой обрезать, удлинить до угла. Те, кто работает в автокаде, это функция команды фаска той же самой. Напоминаю о том, что если вы наведете курсор на ту или иную команду и подождете более трех секунд, у вас появится вспомогательный ролик, либо описание, что делает та или иная команда. Обрезать, удлинить до угла, нажимая на линию, нажимая на линию. Окей. Линии не могут образовать пересечений. Показать. Вот они. Продолжить. Также могу при помощи команды фаска продолжить. После подтверждения выполнения данного действия, в зависимости от мощности вашего ПК, контур обычно под нашим зданием подсвечивается, но может и не подсветиться. Посмотрю на свою плиту с трехмерного вида. Для этого либо во вкладке вид активирую 3D вид, либо сверху активирую 3D вид по умолчанию. Я вижу то, что под моим объектом, зажимая shift колесико мышки, появилась фундаментная плита. Теперь буду учиться ее редактировать простым и сложным методом. Простым, потому что у меня крыльца еще нет. Подсвечиваю и нажимаю функцию редактировать границу. И снова я нахожусь в эскизе. А как вы помните, теперь сколько бы раз истерично не нажимал escape, я из этого в создание не выйду. Соответственно, я могу после активации редактирования границы вернуться на план этажа, чтобы редактировать его. Но нажму красный крестик. Вторым методом выделения, каким образом он осуществляется, я навожу курсор на внешнюю границу вашей стенки и нажимаю escape. Подвожу курсор и нажимаю клавишу tap. После того, как вы подвели курсор и нажали один раз клавишу tap, и нажмете левую клавишу мыши, вы можете выделить чисто внешний контур стен. Нажму по пустому пространству левую клавишу мыши, еще раз посмотрим. Нажимаю tap, нажимаю tap, нажимаю tap, и вижу то, что подсвечивается, чисто обрисовывается мой объект. Нажимаю левую клавишу мыши. Я вижу свое перекрытие. ЖБ 300 мм. И вот теперь уже я нажимаю редактирование эскиза, либо два раза нажимаю левую клавишу мыши по нему, для того, чтобы перейти в редактор эскиза. Я буду делать крыльцо. У меня достаточно большое, даже не крыльцо, а терраса. Габарит я буду выбирать, кратный 10 мм, который меня заинтересует. Он повторяет контур моего здания. Для этого, что я делаю? Нарисую отдельные эскизы. Линейный. И выполняю построение. Пускай у меня будет 8 метров. Здесь повторяет контур моего объекта. И замыкаю. Я не могу сейчас подтвердить выполнение данного действия, потому что программа скажет, что контур должен быть единый. Продолжить. Я должен удалить ненужные линии. Если у вас в объекте присутствует просто дверка и даже не образмеренное крыльцо, и вы не можете его определить, минимальные требования по крыльцу я вынесу сейчас на экран. Конкретно это отступ от объекта 1,5 умноженное на ширину дверного проема. Нужно знать ширину дверного проема. И отступ по длине крыльца должен соответствовать минимуму 500 мм. Это необходимо для того, чтобы спокойно могла открыться дверь и человек мог вступить на это крыльцо. Я вижу то, что 8 метров все-таки меня смущает. Давайте сделаю поменьше. На 4,5. А 3,5. Такое крыльчко. Оно еще будет у меня остекленное. Соглашаюсь с пунктом выполнения данного действия. Проект я пока не сохраняю. Нажимаю крестик. Посмотрю на то, что у меня получилось. Вот такая плита. Возвращаясь на план первого этажа. Теперь буду делать перекрытие. Формально для правильного построения перекрытия я должен перейти на план второго этажа. Но я здесь не вижу контур разделения моих несущих стен. Поэтому мы будем действовать по другой методике. Возвращаясь на план первого. Действие начальное то же самое. Вкладка архитектура. Перекрытие. Перекрытие архитектурное. Изменить тип. Копировать. Оно уже будет 160 мм. Я для себя принял. Железобетон. Ок. Структура слоев. Материал тот же самый. Толщина 160. Ок. Ок. И уровень. Я выбираю. Я по сути дела наблюдаю план первого этажа. Но буду чертить для плана второго. Я меняю уровень панели свойств на план второго этажа. И если в прошлый раз мы с вами пользовались функцией выбрать линии. Сейчас буду выбирать стены. Команда выбрать стены находится в панели рисования. И она помогает выбрать контуры сердцевин наших элементов. Нажимаю на нее и начинаю также одинарным нажатием общелкивать мой проект. А что если контурами остроятся внутри розовой линии вот так? Ничего страшного. У нее есть возможности развернуть либо изменение ориентации этой лестницы. И начинаю общелкивать. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Общелкал. Если у вас по завершению будут те же самые ошибки, что и с фундаментом, действуем аналогично фундаменту. Я сейчас завершаю пункты выполнения данного действия, нажав на зеленую галочку. Появится окно. Присоединить ли стенки? По сути дела у меня перекрытие построено и оно пересекает мою стенку по внешней границе основного несущего. Если я соглашусь, то у меня появится зазор 160 мм по внешней границе стены. Этого не нужно делать. Не присоединять. А программа спрашивает, окей, если я не пересоединяю, то что мне делать с газобетоном, который сейчас находится в железобетоне? Вырезать объем. Программа спрашивает, вырезать ли пересекающиеся объемы. Да. Перейду на трехмерный вид. По внешней границе моей стенки все у меня вырезалось. Подсвечу, посмотрю. У меня присутствует вот такой вот выступ. Все сделано верно. Теперь присоединим стенки. А что, если у меня все-таки... Дайте воспользуюсь от соединения. Пытаюсь принудительно сейчас сделать ошибку. Вот такое отображение проекции. Я все сделал верно, но тем не менее, внешняя стенка не образовала вот такого выреза геометрии. Воспользуюсь командой функции во вкладке «Изменить». Можно достаточно подсветить любой элемент. Присоединение элемента к геометрии. Нажимаю на элемент, нажимаю на второй элемент на перекрытие. Точно таким же образом можно присоединить элементы к перекрытию. Но мой вам совет присоединять по другой функции. Либо перейдя во вкладку «Изменить», либо при подсветке элемента присоединить верх основания, нажимая на перекрытие. Нажимаю на стенку, присоединить верх основания, нажимая на перекрытие. А как можно сделать быстрее? Подсвечиваю стенку любого типа, который у меня пересекает перекрытие. Нажимая правой кнопкой мыши, выбрать все экземпляры, видимые на виде. Теперь уже для всех экземпляров присоединить верх основания, присоединяясь к перекрытию. То же самое делаю с перегородками. Присоединить верх основания. И то же самое делаю с колонной. Мы с вами сделали каркас нашего объекта. Следующий ролик, небольшой промежутки между последующими нашими этажами, будет посвящен как раз-таки добавлению сюда остекления. У меня остекленная терраса. И работа с материалами, как дверей, так и окон, чтобы вы могли уметь их редактировать. Это будет отдельный подролик. Если тебе нравятся видеоуроки, не забывай подписываться. Скоро увидимся и всего доброго!